Все же пугаются, как только я появляюсь в драматическом театре каком-нибудь. Вы перейте там в музыкальном театре, это понятно мое появление, в оперном театре, это понятно мое появление. А в драме это всегда сразу, в общем, так немножко, как-то, будут певшие какие-то танцы. Конечно, будут. Конечно, как без танцев? Тем более, что музыка колокер очаровательная совершенно, у многих она на слуху, да. Это связано и сопряжено с пластикой, с хореографией. Конечно, будет. Но это не значит, что у нас такой веснущийся такой, а-ля бразильский карнавал. У нас карнавал венецианский, это дефиле, это демонстрация своих нарядов. В Венеции там каждая маска, это просто шедевр. Ничего похожего быть не может. Все должно быть абсолютно непохожим, все будет ручная работа. И вот Кирилл Пескунов, художник, он сделал замечательные совершенно эскизы, написанный. Они уже в работе вовсе, уже шьются костюмы венецианского карнавала. И на фоне этого карнавала уже разыгрывается театральная история. Вот в чем прелесть, опять же, того же Городония. Почему? Это абсолютно театральная история. Потому что театр в театре и комедия де ле арте, да, это постоянно апелляция живому зрителю, внимающему тебе. Надо удержать внимание. Момент этого общения, ну, это принцип, это основа, я так считаю, задача. Это будет, этим спектаклем должно отличаться от других спектаклей. Потому что этот спектакль, это, не только позволяет, он требует этого. Необходимо. Вся эта история придумывается для артистов. Для того, чтобы, вот, просто реально, даем возможность, вот, ребята, вот, весь товар лицом. Вот давайте все, на что способны. Понимаете, да? Да, вряд ли, вот, если ты настоящий артист, ну, он не захочет быть плохим. Встреча с таким материалом, да, в «Актерской судьбе», это удача. Потому что этот материал очень позволяет проявить свои эмоции на самом предельном, вот, пике. Вроде, чтобы, знаете, вот, бывают спектакли, которые же говорят, нет, это много, наигра. Здесь не наиграешь. То есть эмоциональный выплеск здесь может быть, ну, просто, ну, беспредельный. А ведь это лярта требует очень больших затрат, да, и разных красок в то же время, да. И слезы, и смех, и ирония. Говоришь, а как мы без нашего отношения ко всей этой истории тоже не обойдемся? Уже мы будем это вскрывать? Нет. Екатеринбург – потрясающий театральный город. У Екатеринбурга замечательный зритель. У каждого театра есть свой зритель. Предпреданный, любящий, причем, в своих театрах. Знаете, дорогого стоит. И я думаю, они это прекрасно увидят. Все, что мы задумали, и поймут все прекрасно и наше отношение, и наше отношение к материалу, и наше отношение к артистам. Первое, и всегда я подчеркиваю, я всегда очень люблю артистов. Потому что, во-первых, был им сам, а потом я всегда люблю артистов, которые, не взирая на все тяготы нашей современной жизни, о которых, ну, просто не говорить, даже и вспоминать не хочется. Потому что преданно, преданно, преданно служат театру. Значит, преданно служат, вот, горожанам, как Екатеринбург, которые являются зрителями, которые, знаете, взаимная любовь, вот, друг к другу. И все тогда, слушая, тогда вот возникает самое главное – доверие. Иначе быть не может. Потому что, если не хочешь подарить любовь, ну, не входи на сцену. А здесь, ребята, ну, просто замечательные. Я не знаю, я уже влюблен, а как? Без влюбленности, понимаете? Любовь и влюбленность – это две большие, конечно, разницы. Любовь – это вещь серьезная, в общем. Тут можно и жестко, сковородкой поговорить, что называется, да? Но все равно влюблен. Влюбленность – это же, это же вот внутренние, это влюбленности, это вот тот самый восторг. Вот вспомните свою первую влюбленность. Это же вообще мир раскрыт, все раскрыты, крылья за спиной, сплошные полеты. И мы сделали вот уже пролог, да, начали вот с самого трудного, где все вместе все заняты, все должно шевелиться, все должно дышать. У нас все получается. Вот, мы это сделали, у нас уже все получается. Вот самое главное – сохранить вот это состояние влюбленности. Тогда мы ничего не разрушим.